Подожди, вы меня запутали, Юрий. Вы запутали меня? 241 тысяча у меня сейчас на карте. 241. Вы сказали перевести, я перевела. Что не так? Вот куда ушли? Вы видите мои деньги? Куда ушли? Куда ушли 80 тысяч? Алло, где ваша карта? Моя карта? Алло. Алло. Да, я вас слушаю. Да, 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 извините, старый. Кобель просто вообще. Что ж так? Да собака старый кобель насрал. Слушайте, а вообще вот честно скажи, вот реально много вот так вот дается людей обмануть? Вот честно. Ты просто не представляешь, насколько много. Вот неужели вот правда люди до сих пор ведутся вот навсегда? Ладно, ладно. Алло. Алло. Да, все лучше меня слышно? Да, намного лучше, а тут телефон очень старый, и он не слышно. А как, вы не знаете, как меня зовут? Можно по имени, да. Меня Артем зовут, помните, да? Хорошо. Мы сейчас также укажем информацию о протоколе для финансового отдела Сбербанка и ВТВ-банка. У вас фиксируется один счет в Сбербанке, который отображаться должен в вашем личном кабинете. Никакие сторонние счета отображаться не должны. То есть в любом банковском приложении должны отображаться только те счета, которые открывали лично вы. По вашему вкладу, который вы открывали Сбербанк, какой фиксировался остаточный баланс? Да. Вы имеете на счете, на который я сберегательный? Да. Я, у меня, смотрите, сколько я там положила, подождите, я же докладывала еще. Сейчас, сейчас, подождите, сейчас мне надо открыть, сейчас, я отк... А, ну, я поняла вас. Ну, смотрите, у меня там было сперва... Так, 2 и плюс. Короче, у меня где-то получается 5 миллионов 300 после продажи квартиры. Угу, указана информация, информация будет перепроверена, в таком случае я ставлю данный банк в приоритет. Угу. Поскольку по данному банку могут и предпроводиться данные действия, чтобы финансовые специалисты перепроверили всю информацию. Угу. Так, вы еще ВТБ банком, да, пользуетесь, я вижу, счет у вас в ВТБ банке? Да, у меня есть ВТБ счет, у меня есть там кредитная карта, они мне ее выдали, но она у меня, я ей как бы не пользовалась, но она у меня есть, да. Угу. Хорошо. А что случилось, я просто не пойму, что случилось. Мне надо в банк, мне надо в банк ехать, подождите, мне надо, может быть, в банк подъехать? Ну, сейчас никакие действия выполнять не нужно, мы производим просто мониторинг, вытяжение в течение денежных средств, не более. Ну, вы говорите, кто-то кредит оформил в Тинькофф банке, а тут, не пойму. А подана заявка, встреча в Капкет. Ну, в Тинькофф, да, а при чем... Мониторинг по вашим счетам. Хорошо, а при чем тут счета в этом, в, как его, в Сбербанке и в этом? Поскольку Сбербанк является нашим банком-портером прямым, мы указываем информацию о протоколе для финансового отдела. В ходе по банку заявка подается на межбанковский регистр, будет также производиться дополнительный мониторинг. А, ну хорошо. При необходимости специалисты данного банка могут с вами связаться. Так, что нужно делать, скажите? Мы сейчас с вами заполняем протокол для финансовых отделов. В ходе по банку вы открывали только одну кредитную карту, и у вас открыта еще дебетовая, правильно? Подождите. В Сбербанке у меня открыт счет. ВТБ, да, у меня есть просто кредитная карта. Они мне выдали кредитную карту на 250 тысяч, вот, но она, я ей не пользовалась ни разу, она у меня просто лежит. Так, ну, может быть, когда-нибудь я это делала, но в последнее время я ничего не делала. Хорошо. Сейчас я получу, вас проинформирую. Я так понимаю, вы впервые создаетесь по той ситуации, да? Ну, вообще-то, как бы, да. У меня до этого таких проблем не было, чтобы мне кто-то звонил, если что-то подобное мне говорили. Я просто не пойму, что происходит. Я говорю, может, мне надо в банк подъехать, то мне, что там вообще? В какой, опять же, банк надо ехать? В ВТБ или, ой, как, в этот, в Тиньков, наверное, нужно, да? А у них же нет этого офиса. Сейчас запрошу линию от ВТБ банка, чтобы они произвели мониторинг по счетам. Вы сейчас свяжетесь с ВТБ, свяжетесь, да? Да, подключен линию я смогу... Ага, ну давайте, ага, давайте. Давайте, а там, может быть, подъехать надо, узнаете, пожалуйста. Ну, они вас проинформируют. Как только я получу выписку от нашего финансового отдела, я с вами также свяжусь, вас проинформирую, хорошо? Ага, вы мне перезвоните, да? Или что? А вы пока остаетесь на линии, время при переводе может занять от 15 до 30 секунд. Ага. Только под специалистом ВТБ банка, хорошо? Хорошо. Спасибо за понимание, оставайтесь на линии, перевожу звонок. Да, да, жду, жду. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Старший специалист ВТБ банка, меня зовут Юрий Александрович. Передали заезд, потому что ваши данные были скопрометированы. То есть в данный момент где-то оставлялись свои персональные данные, возможно, на различных интернет-ресурсах. Подвязывали вашу карту. Да ничего я не делала, тем более... У меня есть карта ВТБ кредитная, но я ей никогда не пользовалась. Я ее просто получила, она у меня лежит и все. Хорошо, она отображается у вас в личном кабинете ВТБ? Ну да, отображается. Ну вот, видите, у вас был не санкционированный вход в приложение ВТБ банка, после чего последовала заявка на кредит. Но так как у вас имеется кредитная карта... Подождите, подождите, нет, подождите. Первый специалист сказал, что у меня был вход в Тинькофф приложение, а не ВТБ банка. Вы как-то не поняла, я вас... Я сотрудник ВТБ банка, мне передали заявку, что у вас не санкционированные действия по ВТБ банку. Нет, а специалист позвонил и сказал, что по поводу Тинькофф банка, что у меня в Тинькофф банке было подано... Потому что я с вами впервые сказал, что Тинькофф банк, просто вас проинформировал, а потом передал заявку мне как специалисту ВТБ банка. Потому что это официальный наш банк-партнер. Понятно, верно? Тинькофф официальный ваш партнер ВТБ, да? Так, господи, я уже запуталась, извините. Просто специалист позвонил, говорит, с Тинькоффа произошла утечка какая-то. Сейчас вы мне говорите, что у ВТБ произошла утечка. Так все-таки где произошла утечка, мне просто непонятно. Мы сейчас с тобой не путались, мы сейчас будем работать по ВТБ банку, я сотрудник ВТБ банка, меня зовут Юрий Александрович, еще раз повторяю. Так, Юрий, да, Юрий Александрович, да, Юрий. Если вам так комфортнее, можете указывать просто Юрий. Все, прошу, сейчас вам ведь там необходимо отменить все неправомерные действия, а также активировать ваш личный кабинет ВТБ-24. Укажите, пожалуйста, возле вас сейчас находится третья лица. Ребенок. Только ребенок, то есть вы находитесь одна, дома у вас никого нет, верно? Ну и собака еще есть, да, и собака еще. Я вот понял. Я имею в виду, что возле вас третьих лиц нет, потому что информацию я вам предоставляю конфиденциальную, вы когда были в отделении банка, в договор вписаны только вы. Сейчас, в данный момент, смотрите, поставьте меня, пожалуйста, на громкую связь и выедите в приложение ВТБ банка, для того, чтобы я отвязал постороннее устройство. Утендрует или айфон? У меня этот, андроид. Андроид. Все, хорошо. В таком случае, айфон, это не ваше мобильное устройство, пожалуйста, вы можете оттуда также, я могу его спокойно отвязывать. Входите сейчас в ВТБ банк. Входите, пожалуйста, в приложение. В первой такой ситуации. Ранее поступало смс-упредомление о том, что вам одобрен кредит, вы выиграли миллион, машину, берегите по ссылке. Подождите, что я должна была сделать, мне что поступало, извините, я что-то, вы мне говорите уже, и у меня голова развалилась. Можно успокоиться. Ну да, вы понимаете, может быть мне надо к банку, подождите, мне может быть в банк надо подъехать, я, в принципе, здесь недалеко живу, я могу уже подъехать. Спокойтесь, никуда не нужно ехать, все нормально. Можно сейчас сменим все неправомерные действия, отделение банка, вы в каком регионе проживаете? Я в Московской области живу, да. Отделение банка, вы в Московской области, но время у вас подпадает, но большинство отделений банка уже закрыто. То есть вы пока доедете, это вас не спасет. Так, подождите, а что нам нужно сделать, скажите, пожалуйста, вот просто вы говорите, что... Да, ну как можно успокоиться, вы говорите, там просто кто-то зашел на счета, у меня же там деньги лежат, вы понимаете, в чем дело? Да, да, да. Нет, они там лежат, ничего, все хорошо, они не спишутся. Когда вы с банком на линии, то есть со мной, ничего у вас не спишутся, потому что невозможно списать деньги, когда вы с банком на линии. Это понятно? Так, ну вот я просто должна понять сейчас, вы говорите, что кто-то оформил на меня кредит, уже получил или что, не пойму? Нет, никто ничего не получил, он только был оформлен. Так, а кто его оформил? А оформил-то кто? Мошенники, естественно. Если вы не оформляли, если у вас доступа нет, если вы не давали никому доступ... А на какую сумму, а на какую сумму, что там, я просто немножко это, не пойму. Какой день мы кредит отменяем? Мы сейчас будем работать по вашим средствам, чтобы так же они не списались, понятно? Мои кредитные средства? Да, ваши кредитные средства, потому что это средство не ваше. Поэтому успокаивайтесь, все хорошо, я вам все объясню, давайте работать поэтапно, чтобы мы не забегали наперед, потому что последовательность дальнейших действий я вам указывать и берет не могу. Поэтому я вам все поэтапно буду объяснять, вы просто слушаете и все. Ничего у вас не спишется, все хорошо. Наговорились? Сейчас поставьте меня на громкую связь и войдите в приложение ВТБ банка, для того, чтобы я вам сначала отверзал устройство мошенников. Это айфон. А, то есть с айфона зашли, да? Да. Сначала войдите в приложение, поставьте меня на громкую связь. Так, поставила, да, сейчас. Так. Блин, неверный пароль. Так, что-то подождите, я что-то раз... Ой, я разнервничалась? Подождите, господи, я забыла. Здесь нервы ни к чему, понимаете? Так, подождите, подождите, я что-то уже запуталась, какой у меня пароль на Сбербанке. Нам не Сбербанк нужен. А, Сбербанк, да, господи, извините. ВТБ. ВТБ, я, да, да, да. Сейчас, ВТБ, где он у меня, это приложение? ВТБ. Угу, так. Смотрите, интернет работает сейчас у вас или не работает? Ну, работает, да, работает. У нас есть отдельно выделенная линия, которая более безопаснее, чтобы также мы с вами ввели диалог, и вы имели связь напрямую со мной в случае прерывания нашей связи. Поэтому у нас есть с вами WhatsApp, давайте я вам подключу WhatsApp. Скажите, пожалуйста, с вашего согласия я могу это выполнить, подключить к вам отдельно выделенную линию, чтобы вы если прерываться... Не, не, подождите, не, давайте по телефону, я... так проще. Зачем нам WhatsApp? Зачем нам телефона мы будем разговаривать просто на WhatsApp, чтобы вдруг рассоединимся, чтобы я с вами напрямую связывался. Так, сейчас что нужно... так, подождите, сейчас что... так, то есть нам сейчас что, нужно с вами по WhatsApp поговорить? Да, войдите сейчас в WhatsApp, я вам вышлю смс-оведомления, вот, я подключился к вам к чату. Вам должна смс была поступить, проверьте. Сейчас. Проверяйте. Ой, ё-моё, что ж там случилось-то, господи? Всё, попейте водички и успокойтесь. Вам пытаются помочь? Пожалуйста, водички принеси, пожалуйста, мне. Хорошо, мам. Сколько вашего ребёнка у полных лет? Восемь. Всё. Успокаивайтесь, всё хорошо, вам пытаются помочь. Угу. Всё, нашли смс, прочитали? Да, вот вижу это, да, ВТБ, да. Вот, это я напрямую к вам подключился, чтобы, если вы нечаянно... ну, это же сотовая связь, правильно? Бывает такое, что нечаянно можно рассоединиться, поэтому у вас есть WhatsApp. Я сейчас в течение десяти секунд принимайте звоночек по WhatsApp, хорошо? В течение десяти секунд. А это будет видеозвонок, да? Нет, 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 аудиозвонок. Зачем видео? Ну, я просто думаю... Обыкновенно... Что? Ну, давайте это, давайте, что там... Вот козлы я вообще. Алло, алло. Это Юрий Александрович, слышно меня? Да-да, Юрий, да, здравствуйте, ага, ещё раз. Всё, великолепно, смотрите. А зачем, вы хотели по видеосвязи пообщаться или что? Не, вы просто на WhatsApp, я поэтому продумала, что по видеосвязи. Ну, я понял, WhatsApp — это просто безопасная интернет-связь. Мы с вами разговаривали по-сутовому, а это интернет-связь, понятно? Всё, нам нужно деактивировать старую учётную запись, смотрите, сейчас ставьте мне на громкую связь и входите в приложение, пожалуйста, ВТБ. Угу, сейчас, сейчас найду, ага, сейчас. Так что ничего страшного, с этим каждый человек сталкивается, главное в этой ситуации не паниковать, понимаете? И сохранять спокойствие. Успокойствие — это залог также на нашу работу, поэтому успокаивайтесь. Угу, угу. Так, 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 Юрий, так, зашла, да, ага. Всё, вошли. Теперь говорите, что вы видите на главном экране, какой точечный баланс вы видите по карте, чтобы я внёс эту сумму подстрахования. 320 тысяч у меня кредитный лимит. Это кредитный лимит, правильно? Да. Из них, сколько можно, сколько доступно на снятие из этих 320 тысяч? Это, а здесь не отображается, подождите. Вы кредитную карту брали на 320 тысяч, правильно? Ну да. Вот. А вы пользовались? А я, не, 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 Юрий, я ни разу не пользовалась, она у меня просто лежит. Я просто взяла, банк предложил, я взяла. Я вас понял. Всё. Вы с неё ничего не снимали никогда, там полностью 320 тысяч, правильно? Да, да, конечно. Всё, я эту сумму у меня подстрахования, теперь ничего снять откуда нельзя. Пока ведь мы с вами разговариваем, я всё сделаю так, чтобы у вас ничего не снялось. Скажите, пожалуйста, так как это статья 183 о неразглашении регламента банка и коммерческой тайны, скажите, пожалуйста, вы ожидаете каких-либо гостей, либо же родственников домой в ближайшее время? Подождите, вы имеете в виду сейчас ко мне в гости? Нет, ну да, ожидаете кого-то домой, из третьих лиц каких-либо, родственников, там, ещё кого-то ожидаете? Никто, а кого я жду? Здрасте, не поймала. Никого, всё, хорошо. Да, никого не жду. Потому что я имею в виду то, что мы напрямую только должны с вами общаться. Это понятно, чтобы не было третьих лиц. Потому что в договор пишены только вы. Договорились? Да, никто не должен прийти, вы что? Я, в принципе, я никого не жду. Ну, может, кто-то и придёт, но я никого не жду, я не знаю. Я понял. Всё, успокаивайте, потому что вы постоянно паникуете. Да, конечно, я никогда с этим не сталкивалась. Просто вы говорите, кто-то оформил на меня кредит. Я просто впервые с такой ситуацией, я пытаюсь вам помочь. Пожалуйста, можете успокоиться, чтобы так же вы чувствовали себя комфортно сам? Хорошо? Хорошо, Юрий. Я постараюсь, да, успокоиться. Да, вы хорошо успокаиваете. Да, спасибо. Мы будем деактивировать старую учетную запись и активировать вам новый лицевой счёт. То есть старая учетная запись будет удаляться, а она у вас сдаваться. Понятно? Угу. Так. Вот. Активация будет совершаться через вашего персонального страхового менеджера. Смотрите, пожалуйста. Также скажите, пожалуйста, у вас имеется дебетовая карта в ВТБ банке? Или только так же кредитная? Нет. У меня ВТБ только кредитная. У меня в Сбербанке есть счёт, а в ВТБ у меня нету счёта. У меня только кредит. Они мне дали вот карту, предложили. Только кредитную карту дали, вы скачали ВТБ 24, и у вас она отобразилась в онлайн-банке, верно? Ну да, там девочка всё сделала, да. Девочка всё сделала. Я вас понял. Всё, хорошо. Так, дебетового счёта нет, обыкновенной карты нет, верно? Только кредитная. Всё, хорошо. Так, скажите, пожалуйста. Прошу, скажите, пожалуйста, так же, вы скриншот экрана умеете делать снимок экрана? Ну, подождите. Скриншот просто, чтобы экран, снимок экрана, умеете так делать или нет? Ну, наверное, умею. Как там, сейчас надо посмотреть, как. Подождите, ага. Подождите, как мне его сделать сейчас. Подождите, сейчас. Посмотрите, пожалуйста, у вас телефон не разряжается, потому что, чтобы у нас постоянно поддерживалась с вами связь. Зарядка телефона не нужна встать? Да нет, нормально. У меня тут 76%. Всё, умеете скрин экрана делать или нет? Так, а для чего это нужно? Ну, просто спрашиваю, вы умеете скриншот экрана делать? Потому что в будущем это понадобится. А, ну, я, если что, могу вот телефон взять и с телефона сфотографировать. А как? Нет, а именно скриншот экрана. Ну, вы подскажите, я сделаю. То есть скриншот экрана делается, вы зажимаете кнопку писания, вы знаете, что такое кнопка питания? Пока вы не зажимаете, чтобы вы телефон не отключили. Питание это та, которая, эта кнопка, понятно, ну, питание, которая подзарядка у нас. И, да, да. Кнопку питания одновременно с верхней кнопкой громкости. Или с нижней. Пробуйте одновременно вот это всё зажимать, и у вас сделается скриншот экрана. Угу. То есть какой телефон, скажите мне, как называется? А у меня этот, Samsung A. А у вас кнопка есть внизу экрана, механическая или нет? Нету такой кнопки. Нет такой кнопки. Всё, хорошо. Зажимайте одновременно, только, пожалуйста, не выключайте телефон полностью с сети. Просто зажимайте кнопку питания и кнопку верхней громкости. Если верхняя не получается, то нижнюю кнопку громкости, это всё одновременно с кнопкой питания. Угу. А у вас получится скриншот экрана. Так, подождите. Нам нужно так снимать классно, и всё, у вас она в галерее сохранится. Угу. Пробуйте? Не знаю, сейчас пробую, да, конечно. Если не получается, говорите мне. Нет, вообще просто громкость прибавляется, убавляется, и всё. Вот. А вы что, верхнюю кнопку пробуете, правильно? Как громкости верхнюю, с верхней кнопкой громкости. Я и так, и так пробую. А вы одновременно зажимаете, вы знаете, где кнопка питания? Вот что такое кнопка питания? Это так, когда вы нажимаете на боковую кнопку одну, и экран разблокируется, либо же заблокируется. Знаете? Это называется кнопка питания. Ну... Вы точно туда нажимаете? Ну, наверное, да. Ну, наверное, я вас понял. Давайте соберёмся, смотрите, с какой стороны у вас кнопка питания? С правой или с левой? С правой. Справа кнопка питания, а громкость с какой стороны? Слева. Слева. Вот, смотрите, одновременно кнопку питания и нижнюю кнопку громкости. Одновременно кнопку питания и нижнюю кнопку громкости. Пробуйте. Угу, сейчас. Просто громкость показывает, и всё. Так, подождите. Не получается? А смотрите, а внизу экрана есть механическая кнопка? Нет. Только такая, ну, не кнопка. Только сенсорная, правильно? Да, да. Подождите, ничего не классайте, чтобы вы ничего не наклассали. Скажите, какой у вас Samsung конкретно? А А51, модель Samsung'а у вас? Я не знаю, это мне подарили. Хорошо, откройте свои настройки. У вас есть настройки телефона. Так, а где это? Ну, настройки вашего телефона, Samsung'а. Это на главном экране. Это не в приложении VTB, это на главном экране. Так, подождите. Так. А как мне сделать, чтобы и вы, и с вами говорить, и вот там делать? Я не пойму никак. А поставьте меня на громкую связь сейчас. Ну, вы на громкой, да. А теперь внизу экрана есть у вас треугольник, кружочек, квадратик. Ну, есть этот, кубик, да, квадратик. Кубик, нажимайте на кубик. Нажал. Теперь вышли? Вышли с нашего разговора? Вышли. Экран заблокирован, ага. Разблокируйте его. Ага. Так. Господи. Только, вот, только дарили телефон. Я, я еще, правда, не умею пользоваться. Сейчас с ним разберемся, все, все сделаем. Так, смотрите. А вышли в главное меню? Так, у меня, у меня, подождите, я вижу только экран. Где меню? Где? Вы видите только экран. Что вы на экране сейчас видите? Ну, там, фотографии делать, там, вот это вот. Вот. А теперь пробуйте нажимать одновременно кнопку питания и нижнюю кнопку громкости. Одновременно нажимайте на кнопку питания и нижнюю кнопку громкости. И должен получиться скриншот. Либо же снимок экрана. Угу. Ну что, сделался? Громкость только это и все. Туда вниз. Только громкость добавляется? Да, вверх и вниз идет. А вы отключили, наверное, звук. Алло. 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 Так, что, тихо? Как у нас прервалась связь. Ой, друзья, прикидываешь, дураком. Просто дураком. Алло. Алло, Юрий, да. Да, Юрий. Ага. Все хорошо, я здесь. Говорю, что-то не то нажали. Я не знаю. Вы скинули телефон. Все. Я здесь. Сейчас. Да. Из-за того, что, наверное, просто вы что-то нажимаете. Скажите, пожалуйста, сколько карт вы видите в ВТВ-24? Вот войдите в личный кабинет. Одна, одна, одна карта. У меня одна карта на 320 тысяч. А вы смотрели? Куда? В ВТВ вы заходили, вы видели, что у вас одна карта? Так я ее получала одну. Алло. Алло. Вы пропадаете все время? Интернет. Это интернет, что-то с интернетом. Вы куда-то вышли или что? Я дома. Куда-то выходи. Я дома. Я понял. Я дома. Попробуйте сейчас посмотреть. Попробуйте в ВТВ зайти. В ВТВ зайдите и посмотрите, сколько у вас там карт вы видите. Войдите в ВТВ и посмотрите, сколько у вас там карт. Подождите, а как? Вот как сделать? Что именно? Ну, вы говорите, опять надо вот… Нет, ВТВ-24? Да. На кубик опять нажимаете, на кубик. А, все, да. Спасибо. Нажимайте на кубик опять. Угу. А теперь заходите в ВТВ. Водички принеси, пожалуйста. Не нервничайте, пожалуйста, успокойтесь. Платят нервничать. Все хорошо. Хорошо, Мам. Так, что у вас там? Вошла. Вошли. Вот, что вы теперь видите на экране? Сколько карт вы видите? Одну. Одну видите, правильно? Одну вижу. Да, 321 тысяча тут написано. Так, хорошо. Давайте еще раз попробуем сделать скриншот. Смотрите, слушайте мне внимательно и соберитесь, пожалуйста, чтобы вы не делали ошибок. Зажимаете одновременно кнопку питания, пока вы с ней нажимаете, слушайте меня только. Одновременно кнопку питания и одновременно кнопку громкости нижнюю. Не верхнюю, а нижнюю. Вот так одновременно зажали, и у вас получится скриншот экрана. Угу. Угу. Вот, слышали меня? У меня не получается, она просто громкость, громкость бежит то наверх, то вниз. Ой, блядь. Алло, алло, подождите. Алло, алло. Нажали? Все, ладно. Алло. Ничего не нужно трогать. Все, не нужно делать скриншот. Просто войдите в ВТВ-24. Подождите, опять надо мне, подождите. На кубик нажимайте, оставьте меня на громкую связь. Почему все время срывается звонок? Может быть нам надо по обычному телефону? Все время срывается. Нет, нет, нет. Из-за того, что вы просто что-то нажимаете, когда пытаетесь сделать скриншот. Что-то вы нажимаете, когда пытаетесь сделать скрин экрана. Угу. Так, это заново мне сейчас надо входить. Подождите, сейчас. В ВТВ-24 заходите. В ВТВ. Угу, ВТВ, да, да, сейчас. Сейчас. Ты, пожалуйста, перестаньте нервничать. Все хорошо, пока я с вами на линии. Все отлично. Я пока не сделаю свою работу. Я все полностью с вами не закончу, я с вами не рассоединюсь. Понятно? Да, спасибо. Да, Юрий, спасибо. Так, чего? Ага, вошла. Вошли. Все, вы видите перед собой кредитную карту, верно? Да, вижу. Все. Мы будем делать деактивацию старой учетной записи. Мы будем создавать также новую учетную запись через вашего персонального страхового менеджера. Вам понятно? А как я буду это делать? Я вас буду помогать. Это я вам просто объясняю, что мы будем делать. Да, я помогу. Как это выполнить? Все. Да, конечно. Нажимайте сейчас на свою карту. Нажимайте на свою карту. На... Нажала. 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 Нажимайте на свою карту. Нажали? Нажала. Нажала. Короче, связь, когда ты разговариваешь по WhatsApp, пропадает связь. Алло, алло. Давайте я вас лучше с обычного наберу. Давайте я вас с обычного наберу, потому что что-то непонятно. Мы постоянно с вами почему-то рассоединяем. Я когда на квадратик этот жму, а потом вы как будто пропадаете. А на какой квадратик вы нажимаете? Ну, который внизу, который вы сказали. На него нажимаете, и я пропадаю? Да, вы пропадаете. А что вы, кроме квадратика, если видите? Стрелочку. Попробуйте нажать на стрелочку, а не на квадратик. Вы, наверное, полностью закрываете WhatsApp. Вы, наверное, полностью закрываете WhatsApp. Не нужно этого делать. Просто на стрелочку нажимайте. Я нажала. Нажали на стрелочку? Нажала, да, сейчас на стрелочку. Что вы теперь видите на экране? Ну, опять свои эти значки. Вот, заходите в ВТБ. Захожу. Сейчас, подождите. Вы, наверное, просто полностью закрываете WhatsApp, и из-за этого я у вас пропадаю. Фу, давайте, может, я в банк подъеду. Я так разволновалась, и я уже не знаю, на какие кнопки нажимать. Пожалуйста. Если вы не успокоитесь, то успокоитесь. Это не до этого. Посмотрите, я еще успею. ВТБ до скольки? Там до восьми, по-моему, работает. А время это без двадцати семь. ВТБ работает сейчас, в данный момент. Перед праздничный день. Понимаете? Успокаивайте. Уже закрылись, да? Уже закрылись. Да, ВТБ закрытый. Перед праздничный день. Если хотите, я могу даже посмотреть. В любом случае, вы пока доедете до ВТБ банка, давайте не будем испытывать судьбу, как говорится. Все в порядке. Хорошо? Хорошо. Просто нужно успокоиться, и все. Да, спасибо. Удачи ли меня? Да, спасибо, Юрий. Да, да, спокойно. Ага, да, да. Спасибо. Дружанка. Ой, Господи. Уже такие бомбы в машине. Так, тихо. Тихо, Андрюша, дай провзаться. Тише. Алло. Алло. Да, да, да. Здесь, слышно меня? Да вы все время пропадаете, Юрий. Я не пропадаю. Я вас сейчас вот набираю с нормальной линии. Там, где мы не будем с вами пропадать. Проверь. Звонит по второй линии? Звонит. Принимайте, это я. Алло. Алло. Да. Все, будем с вами разговаривать. По WhatsApp вы можете сбрасывать меня. А, подождите. Сейчас. А я как сброшу? Я не знаю как. Не знаете, как сбрасывать? WhatsApp просто закройте и все. А, ну, что вы? А, вы сбросили меня. А, спасибо. Войдите в ВТБ. ВТБ. А, сейчас как? Так. Так же, да? Так же, да? Да. Заходите теперь в ВТБ. Так. Сейчас. Сейчас. Заходите в ВТБ. Так. Подождите. Ага, зашла, зашла. Все, видите перед собой эту карту? Вижу. Прямо на нее нажимаете. Нажала. Все, великолепно. Теперь что вы видите на экране? Вижу 321 тысяча. Все, теперь будем выполнять деактивацию. И будем выполнять активацию вашего нового лицного счета. Нажали дальше, ниже. Что вы еще видите? Просто карту вижу и номер, все. Ну, сумму, все вижу. Действия, видите? Пополнить, перевести, оплатить. Ага. Да, вижу, вижу, да, вижу. Вот. Что видите? Ну, вот, пополнить, вот, есть, перевести, да, перевести. Нажимайте, пожалуйста, мы будем выполнять активацию вашей денежной суммы. Нажимайте, пожалуйста, потому что ВТБ вам предоставляет информацию шаблонно. То есть нажимайте перевести. Угу, перевести, ага. Так. Дальше что вы видите на экране? Ну, введите данные и сумму. Читайте все, что вы видите, так, как есть там. Так, вот, нужно сумму, сумму ввести. Не может быть, это слишком рано. Там нужно ввести сначала счет, потом уже сумму. Сумму просто так вводить, ну, куда? Вы же не будете? А, точно, счет, счет, счет. Вот. Что там указано? Просто читайте, не нажимайте, а читайте, что указано. Юрий, Юрий, вы можете мне позвонить через пять минут? Зачем? Я, извините, не могу. Собака обосралась. Вы никуда не будете. Извините, собака накакала. Что? Не понял. Через пять минут, или побудьте на связи. Собака насрала. Я понял, это великолепно, но какое это имеет значение к работе? Просто подождите, мне надо убрать, понимаете? Или позвоните пять минут, просто вот он старый, кабинем насрал. Я знаю, в обслуживании. Ожидается, ага, спасибо. Спасибо, сейчас. Ты чего, иди, за место, быстро. Иди, за место. Истрижи. А? Зачем насрала? А? Зачем насрала? Иди отсюда. Выстраивайся. Какой-то искренний момент для иностранства, да? Алло. Алло. Да, я вас слушаю. Да, 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 извините, старый. Кобель просто, вообще. Что? Да, собака старый, кобель насрал. Я вас понял. Ну, уважаемый клиент, вы можете не отвлекаться, но сами понимаете, сейчас такая ситуация, а вы отвлекаетесь на пса. Нет, вот понимаете, вот Юрий, вот честное слово, вот нарочно не приду, взял, подошел, насрал. Я еще думаю, что так воняет сильно. Просто он, оказывается, насрал, представляете? Вот в тот самый момент, когда, вот я просто до смешного, извините, пожалуйста. Я вас понял. Хорошо, мы можем вернуться к нашей работе? Да, у меня приложение закрылось, ну, неактивно сейчас. Сейчас мне надо ввести. Зашла. Нажала. Нажали. Что вы видите на экране? Ввести карту получателя. Нет, 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 такого не может быть. Нажимаете нормально на карту, и там что вы видите потом? Ну, введите карту получателя. Перевести карта получателя. Ну, как, нет, такого не может быть. Вы либо же нажимаете на карту, и там есть действия у вас такие-то. А потом вы уже осуществляете, естественно, активацию. Это, во-первых, вы не переводите, переводить никуда не нужно деньги. Понимаете? Так. Когда вы будете их переводить? Я не знаю. Вы сказали перевести. Я не говорил перевести. Я вам говорю, что у вас сейчас мошеннические действия, мы будем выполнять деактивацию старой учетной записи и активацию новой. Переводить я не говорил вам. Что надо сделать? Нажимаете на вашу карту и говорите, что вы видите там. Карта. Сумма 321 тысяча. Сколько? 321. Хорошо. Далее, нажимаете на карту. Нажала. Нажала. Что теперь видно? Ну, просто видно карта, срок действия и все. Я вас понял. Делайте скриншот экрана. Как? Зажимаете кнопку питания и кнопку нижнюю громкость и делайте скрин экрана. Я же делала, у меня только звук туда, вверх-вниз, вверх-вниз. Так вы, значит, мне что-то неправильно делаете? Я не знаю. Давайте, Юрий, давайте я подъеду в банк. Я не знаю. Он закрыт. Я не знаю. Ну, причем здесь отделение банка, если мы сейчас с вами разговариваем по поводу вашей сети. Вы говорите, давайте подъеду в банк. Так я не могу разобраться. Вы мне говорите, сделай скриншот. Я не знаю, как делать скриншот. Все, хорошо. Нажмите просто на вашу карту. Нажали? Нажала. Нажимайте перевести. Перевести. Да. Дальше что вы видите, когда нажали перевести? Введите номер, карту получателя. Там такого не может быть. Ну, как не может? Вот, введите карту получателя. Перевести. Ну что, только по номеру карты можно перевод выполнять? Ну что это такое? Такого не может быть. Вы меня спрашиваете. Вы меня сотрудник, я же не банк. Введите номер карты. Номер карты перевести. Хорошо, введите номер карты. Готовы? Да, готово. 47,79. Это ваш страховой лицевый счет. Мой страховой? Да, ваш страховой. Счет через вашего персонального менеджера. Ага, 50,43, да, вы сказали? Нет, 47,79. Да, далее. 86,17. 86,17. 54,67. 54,67. 42,04. 0,4, да? 42,04, да? Да. Да, мне заново диктуйте все, что вы написали. А, 4,7,7,9,8,6,1,7,5,4,6,7,4,3,0,2. А, 4,2,0,4. Да, правильно. Дальше, что вы введите далее? Введите ФИО. Кому? Введите ФИО? Да. У вас должно отображаться автоматически. Самилия, имя, отчество вашего персонального страхового менеджера. Так вы сказали, это же мой счет. Нет, счет ваш. Я говорю, вашего персонального страхового менеджера. Мы же делаем через менеджера вашего персонального, правильно? Поэтому у вас должен отображаться ваш менеджер. Угу. Что вы видите на экране сейчас? Ввели вы карту дальше. Введите фамилию, имя, отчество. Вводите, пожалуйста, надежен. На-де-жен. Подождите, сейчас. Сейчас. На-де-жи. И через И, да? На-де-жен. Жен или жин? Жи-жи. Пиши с буквой И. Жин, жин, жин. Ага, да-да, жин, жин. Я поняла, жин. Ага, надежен. Илья Сергеевич. И-ль-я-сергеевич? Илья, да, Сергеевич. А мягкий знак ИА. Илья, да, Илья. Илья. Сергеевич. Верно. Угу. Так. Что вы отображаете дальше? Что вам значит? Так, ну, просто подтвердите. Написано, да. Продиктуйте мне, что вы записали сейчас. А, на... Что... Номер... Что? Надежин. Илья. Памилия, имя, имя, отчество, пожалуйста, повторите, что я вам продиктовал. Надежин Илья Сергеевич. Это ваш персональный страховой менеджер. Дальше что вы видите еще? Подтвердить. А что мы будем подтверждать? Сумму нужно ввести вам. А, да, вот здесь сверху, ага, вижу. Сумму вы вводите 80 тысяч, это по лимиту банка. Это первая сумма активации. И активация старой учетной записи, и активация вашего нового лицевого счета. Это первая сумма активации. Нажимайте 80 тысяч, только не 80 рублей, а 80 тысяч. Ага, так. Это 8 и 4 ноля. 8, ага, 8, ага, раз, два, три, четыре. Угу, 80 тысяч вела, да. Дальше что у вас отображается? Перевести. Перевести. Подтвердить, подтвердите. Нажимайте, и что далее будет отображаться, говорите мне. Так, сейчас идет это, крутится кружочек. Кручится, крутится. Ну, написано это... Так, подождите. Отображается на экране. Отображается это, что остаток на счете 241 тысяча. Я вас понял. А что на главной странице писалось, когда вы нажали подтвердить или перевести, что у вас там отображалось? Кружочек крутился, и потом я обратно страницу, и там 241 тысяча было написано на карте. Я понял. Зачем вы сотрудника банка вводите в заблуждение? Скажите, пожалуйста. По поводу. По поводу всей этой ситуации. Вы говорите неверную информацию. Подождите. У меня на карте 241 тысяча. Нет, я понимаю вас прекрасно. Это старый... Это деактивация старой учетной записи. Так. Ну, год. Угу. Это означает, что... Подождите, а что... Подождите, подождите. А куда делись 80 тысяч? Никуда не делись. Они деактивировались со старой учетной записи, активировались на вашу обновленную. Только дело в том, что вы в данный момент заводите сотрудника банка в заблуждение. Информация об активации не отображается. Это просто вы сейчас придумываете. Понимаете? Что я... Подождите. У меня 241 тысяча написано. Что я придумываю, не пойму. Вы что говорите? Я вас понял. Хорошо. Но в любом случае, еще раз повторяю, что эта информация неверная. Она не... У вас не может... У вас на карте было 321. Сначала 320, потом 321. Нет, но я... Подождите. Вы меня спросили, я сказала, у меня 320. Я когда открыла, у меня 321 тысяча. Одна тысяча на карте. Лимит такой. А как же комиссия? Как же комиссия? А я не знаю. Какая комиссия? За что? За что комиссия? Комиссия учитывается банком. Вы должны были это мне сказать. Потому что так же вы должны были сказать. Комиссия вот. Я бы вам сказал, комиссия учитывается банком. Все расходные операции вам берут на себя. А вы сейчас мне говорите, ой, переведено. Что может быть переведено? Вы либо же заводите сотрудника банка в заблуждение, либо же не пойму, о чем вы вообще говорите. Понимаете? Подожди, вы меня запутали, Юрий. Вы запутали меня. 241 тысяча у меня сейчас на карте. 241. Вы сказали перевести, я перевела. Что не так? Куда ушли? Вы видите мои деньги? Куда ушли? Куда ушли 80 тысяч? Алло, где ваша карта? Моя карта в машине лежит. Вы же говорили, что она дома. Кто? Карта. Я не говорила такого. Я вас понял. Юрий, что делать? Подождите. Они на обновленном лицевом счету. Услышали меня? Мы дальше продолжаем активацию. Ваши деньги не списались. Мы дальше будем выполнять активацию денежной суммы. Подождите. У меня сейчас стоит 241 тысяча. Но они не списались, я же вам говорю. Мы деактивировали старую учетную запись. Это означает, что деньги не списываются, а переносятся на ваш обновленный лицевой счет. Понятно? Это вот этот счет, который вы говорили мне, да? А я его, я же его не помню уже. Как мне его узнать? Я вас понял. Говорите еще раз? Конечно, я же его уже не вижу. Кого вы не видите? Счет. Ну, вы мне сказали счет. А как я вот приду, вот я как свои деньги увижу? Мне счет нужен. Ну, вот этот номер счета, который вы мне говорили. Я же его сейчас, у меня его нет. По окончанию диалога, я вам поменяю пароль на более удобный, который вам понравится. Вы будете создавать его и отобразить всю сумму, сколько копеек. Сколько у вас остаток, вы говорите? 241 тысяча. Я вас понял. Одну минуту, пожалуйста, оставайтесь на линии. Жду. Тут 241. Так, подождите. Также этот квадратик, да, нажать надо? Нет, не квадратик, просто посмотрите, смс вам поступило, я только что вам выслал смс в повещение. Ой, водички, сейчас. Там пароль для перерегистрации у вас. Там пароль для перерегистрации. Проверьте, поступило вам, видите? Нету никакого пароля, нету вообще никак, ни одного сообщения, только, только знаете, какой Тиньков, Тиньков, который вот первый сотрудник присылал, вот только он есть. То есть, смс-уведомление для перерегистрации я вам выслал, нет? Нету ничего. В ТБ нету банка, только Тиньков последнее было в 6 часов 5 минут. Я вас понял, хорошо. А скажите, пожалуйста, сейчас вы утверждаете, что у вас баланс изменился. Но я же вас предупреждал, что эти активации выполняются со старой учебной записи. Деньги же никуда не списываются, они только обновляются на ваш внутребанковский лицевой счет. Зайдите в историю операции сейчас, ВТВ зайдите и зайдите в историю операции в данном приложении. Сейчас, подождите, тут надо вход опять сделать. Так, зашла. Вот, что вы видите сейчас на экране? Ну, 241 тысяча. Нет, я понял, а по истории операции, войдите в историю операции. Так, а где это? Это в нижней части экрана, у вас там отображается витрина, история, главное. Посмотрите, в нижней части экрана панель такая есть. Я пойду завтра сдам эту карту. Зачем она мне вообще нужна? Я даже разобраться с этим приложением не могу. Это как вообще? Как? Куда? Подождите, где это? Это просто нужно подсобраться вам. Все будет нормально. Да я первый раз, вы понимаете? Я первый раз. Я только карту-то получила неделю назад, я еще даже не пользовалась. Я понимаю вас прекрасно. Понимаете, я даже в приложение ни разу не приходила, не заходила, вернее. Я вас понимаю прекрасно. История операции, смотрите, что вы там видите. Так, перевод, перевод 80 тысяч. Последние цифры 4204. Еще. И получатель видно, и все. Больше ничего не отображается у вас? Абсолютно. Я вас понял. У меня, может, какое-то не такое, не обновленное какое-то приложение, я ничего не понимаю. Где мои 80 тысяч? Нажмите на этот перевод, пожалуйста. Нажмите на этот перевод. Да. Нажала. Вот. Что вы отображаете на экране? Ну, вот то, что перевод был, время и вот все. И сумма 80 тысяч. Говорите полностью. Все, что вы видите на экране, вот так и говорите. Перевод осуществлен в 1856 получатель Надежин Илья Сергеевич и последние четыре цифры счета, то есть звездочки-звездочки и последние цифры счета 42-04. Далее. Все. И сумма 80 тысяч. Сумма 80 тысяч. Что пришло? Деньги. Ну, перешли на этот счет, который, на мой, вы говорите, страховой? Это через вашего персонального строкового менеджера. Я сейчас включаю информацию, потому что активации не видно. Я не знаю, что вы там делаете. Сейчас, на данный момент, смотрите. Научите сделать, пожалуйста, скриншот. Вам нужно. Хоть просто. Напишите, у вас есть интернет-браузер? Что это такое, скажите? Ну, интернет там просматривать. Ну, просто интернет вы имеете в виду? Ну, да, интернет. Вы просто сказали такое слово. Браузер. Я уже думаю, кто это? Браузер. Напишите в гугле. Как на самсунге сделать скриншот? Там вам будет объяснение полностью, как это выполнить. Так, подождите. Сейчас квадратик нажимаю. Угу. Так, надо найти, где он тут. Ой, водички. Так, нашла. Как вы сказали, надо забить? Как сделать скриншот на Самсунг? Как сделать? Скриншот на Самсунге. Откройте нужный экран. Нужный, нужный экран. Это, это что значит? Это значит просто, вы открываете, например, ВТП-банк. ВТП-банк. А, все, все, я поняла. Просто, ну, нужный экран, думаю, специальный какой-то нужный экран. Так, так, второе. Одновременно нажмите громкий, ой, кнопки питания и уменьшение громкости. Кнопки, подождите, кнопки, одновременно кнопки питания. Ну, то, что вы сказали же, вы же так сказали мне, и уменьшение. Ну, значит, делайте скриншот. Все, делайте скриншот. Так, ну, сейчас, делаю. Ну, громкость мне исползет, и все. Не может такого быть, значит, что-то неправильно делаете. Слушайте, может быть, у меня телефон какой-то дурацкий? Нет. Я его сегодня еще уронила. Он, наверное, видать, собак глючит. Подождите, еще раз я делаю. Куда вы его уронили? На пол. Куда? На пол. Как обычно, знаете, пойдешь в туалет, он впадает, лично, из джинсов. Такие мы девушки. Так. Ну, громкость вниз ползет, да. Я понял. У вас должен получиться скриншот. Вы кнопку питания зажимаете или нет? Конечно. Кнопка питания справа, и штучки эти громкости слева. Я на нижнюю жму, а она идет вниз. Она должна одновременно нажнать на питание и на нижнюю кнопку громкости. Сейчас, подождите, может, чехол такой у меня. Сейчас, подождите. Ну, идет вниз просто громкость, и все. Я вас понял. Подождите, деньги пришли, скажите, пожалуйста. Посмотрите там, пожалуйста, Юрий. Да, продолжается на обновленном лесовом счету, все в порядке. Ага, ну все, слава богу. Слава богу. Также смотрите, пожалуйста. Сейчас пробуйте еще раз делать скриншот. Скриншот. Я вам говорю, вот просто я вас перестаю даже слышать. У меня вниз вверх только звук идет, и все. Не может быть. Нужно делать скриншот. Учитесь делать скриншот. Пока вы не сделаете скриншот, я ничего не могу увидеть. Ну, слушайте, ну, может, сейчас муж приедет с работы, он поможет мне, я не знаю. Я понял. Мне не важно, кто приедет. Если я вам говорю, делайте скриншот, вам нужно делать скриншот. Делаю. Ну, сколько раз делать? Вниз и вниз ползет. Вот это, подождите, я то вверх, то вниз, потому что... Галерею проверяйте. Может, он сделается, а вы не видите. Галерею проверяйте. А что, что, галерею? А, то есть... А, ну, угу, сейчас, подождите. Квадратик. Галерея. Нет, вот только вот сегодня то, что фотографировала, и все больше ничего не вижу. Что у вас отображается в галерее сейчас? Ну, фотографии вот сегодня фотографировала на улице. Я вас понял. Так, хорошо. Значит, а что у вас не получается? Я не понимаю. Вы же Samsung обыкновенный. Что не получается у вас? У меня... Вы говорите, у меня все получается. Я все сделала, что вы хотите. Вот вы мне сказали перевести, я перевела. У меня сейчас на карте 241 тысяча показывает. Вы говорите, скриншот, скриншот, я делаю скриншот, у меня просто громкость вниз. То есть, скриншот... Не может такого быть, должен скриншот делаться. Такого не может быть. Я не знаю, Юрий. Ну, давайте я в банк подъеду. Он закрытый. Ну, подождите, давайте посмотрим в это. Сейчас это через интернет можно посмотреть. Вы уверены, что у нас в городе он закрыт? Мне кажется, он у нас до восьми работает. Я еще могу успеть. Время 7 часов 12 минут. А когда вы едете на отделение, у вас пишутся деньги. Какие деньги? Вы же все заморозили. Мы просто не введемся в режиме диалога. Только когда мы с вами можем разговаривать. Ну, так может быть, мы будем с вами разговаривать, и я до банка доеду. Нет, так не получится. Сейчас. Скажите, пожалуйста, вы умеете сфотографировать с другого телефона, вы говорили? Ну, вот сына, ну, это муж, если сейчас придет, у него такой нормальный можно, да. А сын у него кнопочный. Ну, он маленький, еще 8 лет. Я вас понял. Хорошо. Что делать, Юрий? Скажите, пожалуйста, у нас... Победите пальцами, тремя пальцами по экрану. Тремя пальцами по экрану? Да. Ничего не происходит абсолютно. А влево, вправо, вниз, вверх как надо? Вниз. Вниз. Сразу, три пальца, да? Да. Ничего не происходит. Вообще, ни вправо, ни влево, ни вниз, ни вверх. Можно добавляться, если так делается скриншот на Самсунге. Я не понимаю, что у вас такое? Я тоже не понимаю. Вы понимаете, я вообще не разбираюсь. Мне вот этот телефон, я и так с трудом звоню, не то, что там, вот, вы говорите, скриншот. Я вас понял. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Дольга... Хорошо. Скажите, пожалуйста, получается у вас или нет? Юрий, а кто у вас смеялся так сильно? Скажите, пожалуйста, вы долго будете меня разводить? Я вас... Ну, вообще-то мне понравилось с вами разговаривать. Спасибо большое. Я еще знал, что ты лапаешься. Ну, спасибо, спасибо. Вы сделали мне контент, Юрий. Огромное вам спасибо. Она вам понравилась. А что ты рыжая такая, скажи, пожалуйста? Что? Что ты рыжая такая? Что ты такая рыжая? Ну, да. Вот так, чтобы тебе понравиться. Фотография какая-то, как какой-то шаболды, ебаный в рот. Да ты что, да ты что. Какой же ты сообразительный, что ты уже со мной тут второй час болтаешь. Шаболда бы. И долго вы будете людей обманывать, ты, говнюк? Сколько, сколько ты даже не будешь знать, понимаешь? Да ты что. Да ты знаешь, что уже... Неужели еще люди ведутся на эту хрень? Вот скажи, пожалуйста, а? Я говорю, сколько за час? Вот ты говорила, что у тебя 5 миллионов... Да что за час? Что за час? Что ты мне разводишь? Я говорю... Ты говорила, что ты берешь 5 миллионов... Ой, извини, в класс у тебя 5 миллионов 30 тысяч. У тебя таких денег никогда не было и не будет. Да что ты. А вот представь себе. Ржу над тобой возле камина. А ты мне тут рассказываешь. А ты и будешь, а ты и будешь нищеброд, который будет просто звонить и людей обманывать. Понимаешь? Нищеброд. Нищеброд. Но потому что... Потому что... Потому что вы всякой херней занимаетесь, разводите людей, пенсионеров. Тебе не стыдно вообще, ты? Вот тебе не стыдно? Вот скажи... Вот Юрий... Вот если ты Юрий... Нет, в главный момент... Пожалуйста, убери говно за собакой. Да, конечно, он у меня насрал. Тебе именно в тот момент, когда тебе нужен был мой счет. Именно в этот момент моя собака и насрала тебе в рот. Понимаешь? Да, ты думаешь, я что прям тут... Я тут актрису включила. Конечно. А вы там смейтесь дальше. А в Ютубе поищите свой ролик. Да, я, кстати, известный Ютуб-блогер. Да, кстати. Говорят... Как написать? Как написать? Никак. Я сейчас тебе еще... Ага. Я тебе еще, думаешь, скажу свой канал. Ага, сейчас. Ну, а как? А как? Ну, вот так. Зачем? Зачем? Чтобы у тебя слюни до пола висели, как я живу, а ты сидишь в душном помещении, там, на телефончике висишь. Да, чтобы у тебя мозг расплавился от телефона. Ты не скажешь, чувак, ты подписана в Ютубе. Да сейчас. Ага, прям вот взяла тебе и все сказала. Вот это приблизительно столько же... Это приблизительно так, я тебе скажу, как у меня 5 миллионов на счету. Да. А в жизни их нет. Да, конечно, нет. Зачем они мне нужны? Мне так хорошо живется, конечно. Блин, ну вот вы разводила. Вы, слушайте, ну вот реально такое несете говно просто, понимаешь? Вот уже действительно слушать невозможно. И вот это и телефон, и такие прям все услужливые. Да уже все знают, что сотрудники банка не звонят людям. Никто не знает. Вчера миллион загрузили, никто не знает. Блин, ну, ребят, ну неужели вам не стыдно? Ну вот серьезно. Вот скажи. Ну честно. Слушай, а вы с Украины, да? Сейчас передам специалисту. Да. Я не знаю, как куда. Да. А мне, кстати, понравился развод. Сперва звонят с Тинькоффа, потом оказывается, что на ВТБ переключили. Вот вы бингоните. Я вообще, я просто офигеваю с вас. Ты ебаный хочешь завалить и послушать, блядь? Ой, да. Ой, да что ты говоришь? Есть выгодное предложение. А вы там всем кодлом собрались или как? Каким кодлом? Кодлом вы сидите там, а мы-то здесь все в доме у себя. Ну да, у нас кодло нормальное. Вадим мы нормально, а тут не поспоришь. У нас, блядь, шайтан. Готово. Готово слышать. Нормально. Короче, смотри, бордей тут открывается, недалеко от того места, где ты живешь. Да, но я же живу в России, а вы же в Украине. Я что, по говору не слышу? А кто тебе такое сказал? А по говору слышно. Там подписано в Ютьюбе, на работу пойдешь? Да, а что у тебя, работа есть, что ли? Я думала, в Ютьюбе, в Ютьюбе говори, как подписан. Да, прямо, ага, тебе еще что сказать? А знаешь, почему ты не говоришь? Потому что у тебя его нет. Да, конечно. Неужели я буду, неужели я буду вот таким чмошником, как вы, выдавать свой нормальный Ютьюб-канал? Ну, да, да. Тогда что мы сделаем с твоим Ютьюб-каналом? Что мы сделаем? Да ничего, нахер вы мне там нужны. Конечно, ватсап есть, конечно. Я же умею пользоваться и знаю, где у меня кубик. И знаю, как делать скриншот. А, конечно. А ты думаешь, я вот сижу прям здесь дура-дурой? Слушайте, а вообще вот честно скажи, вот реально много вот так вот дается людей обмануть? Вот честно. Ты просто не представляешь, насколько много. Вот неужели вот правда люди до сих пор ведутся вот на всю? Ладно, давай не будем друг друга оскорблять уже, как бы, ладно. Знаешь, мне ни к чему. А можно, это только не оскорбляем. Ну ладно. Да, давай не будем, знаешь. Мне просто действительно интересно. Вот кажется, уже давным-давно весь этот развод, он уже давным-давно. Но неужели до сих пор люди ведутся вот на эту ерунду? Вот оно же настолько неправдоподобно все звучит. Вот правда. Ты куда пропала? Алло. Ну вот. Алло. Алло. Продолжение следует...